все на месте переводим телефончики в режим творческого полет сегодня мы покажем работу над банком у нас сегодня с викой финальный урок потому что завтра у нас будет академ концерт завтра у нас будет выступление на когда им концерт именно выступления потому что обычно для учеников у нас это сдать забыть вот сдача данные говорят задача завтра выступить и мы взяли в общем-то нас по требованию полифония этюд идет мы уже показали а полифоне мы взяли немножечко нестандартно то есть обычно мы же играем все хорошо темперированный клавир сегодня мы вам покажем токату из партиты номер шесть токката такой жанр в общем-то импровизационный все мы знаем токкату минор да вот самое известное произведение а это токката из спортив и вот в токкате вы услышите импровизационность и там будет в середине и фуга и потом все закончится снова импровизации и вот я попрошу вас сосредоточиться на исполнении я бы хотел тут же получить обратную связь что вы услышите что будет может быть что-то необычное покажется может покажется что-то непривычное или наоборот вы что-то отметить вот я бы хотел услышать как как вы услышите исполнение вот века учится у меня уже полтора года сейчас она на первом курсе училище вот и этому баху где-то у нас уже месяца месяца два то есть это как бы вот финальный у нас сегодня показ но тем не менее точку в мастерстве никогда невозможно поставить бесконечное совершенствование это и есть то чем мы все время занимаемся совершенствование совершенствование поэтому у нас сегодня урок будет живой я надеюсь поэтому сначала века сыграет а потом мы поработаем пожалуйста то есть и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok 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 И что больше всего понравилось, это бах. Слышно, что это баха играют. Она себя очень слушала, все эти проведения были слышны для ее исполнения. Ее мнения были умнички, не знаю, я не очень это произведение, первый раз слышала. Бах, да? Да, это баха. Баха, присутствие течения вот этого разговора. И именно не который разговор, а именно философский. Какие-то приведения, может быть, борьба какая-то, потому что то восходящее движение, то нисходящее. Очень хорошо будет. Потом мне очень понравилось вот это вот, знаете, арбеджио в стиле гусли. Я думаю, это, наверное, что-то былинное, что-то связано с какой-то картопкой того времени. Связано с теми гусарями, которые выходили, играли былинные. Ну, это то, что я услышала. Спасибо. Пожелаю вам завтра, чтобы вы не заметили. И очень хорошо слышали. Занесли потом, что у вас вот сегодня я слышу с вами. Да? Пожалуйста, так. Верхушки очень хорошо звучали. Хорошо, она их слышала. Вообще, молодец, Луночка. И вот хорошо, очень быстро это. Вот это вот начало и к концу идут. Арка чувствуется. Да, да. Очень хорошо. Это самое сложное. То есть форма. Форма форматная, да. Даже несмотря на эту символизационность, то фактически форма форматная. И как бы чувствуется понимание ученицы, что она делает, как она строит, как она строит, как она откликается. Есть и начало, есть кульминация. Да, есть кульминация, да. Конец. Одна точка, которая все идет. Есть вот такая? Да. Можно? А, и мама хочет сказать. Мне бак сегодня показался романтичным даже. Честно, я такого бака не слышала. Почему? Он такой был певучий. Певучий. Да. То есть он для меня всегда более строгий. А тут он как-то, по сути, прозвучал даже новыми красками. Так, для меня лично. И мне очень понравилось, что у Вики получилось захватить мое внимание и удержать его до конца произведения. Я, в принципе, практически не скучала. Да. Я согласен. Сегодня я обычно не хвалю своих учеников. Ну, то есть не то, чтобы я не хвалю своих учеников. Я мечтаю. Мечтаю хвалить своих учеников. Даже хотя бы за какую-то малость. Вот. Но все равно, как бы, что я думаю насчет педагогики. Что чем выше ставишь планку, тем больше тянется ученик. Потому что есть очень разные подходы. Можно, наоборот, как бы все упрощать. Да. То есть, вот как для самого маленького. Это вот так. Это вот так. А это вот так. Понял? Да. Понял. Все. Замечательный педагог. Все хорошо. И вдруг ты попадаешь... И это непонятно. И это непонятно. И это... Ничего не понятно. Поначалу кажется так. И вот когда занимаешься от максимума. То это пронесет самый большой результат. Самый большой плод. Потому что вот... Чем больше как бы ты вот вкладываешь. Тем больше ученик растет. Я уже не помню кто это сказал. Что из двоечника хороший педагог сделает троечника. Из троечника четверчника. Из четверчника. Вот. А из отличника получится настоящая музыка. Вот. Вика очень сильно сейчас занимается. Старается. Фанатично. Вот. Мы как бы очень вкладываемся. Вот. Поэтому. И много очень размышлений и об ахе. Вот вдвоем мы тоже сидим. На нас будут руки такие как бы вот чисто философские. Разговорные. То есть вот мы пытаемся найти истину. И кстати вот вопрос о подражании. Вот мы послушали очень много исполнений. Ну больше пяти. Исключая Гленн Гульда. Гленн Гульда мы вообще даже не слушаем. Потому что очень часто. Ну так вот я как бы слышу упреки. Что вот. А это вы так играете потому что вы послушали Гленн Гульда. Или вот там ваши ученики так играют. Потому что играют. Подражают клавесину. Ну это когда допустим говорит народный артист. Это немножечко уже получается странно. Нет. Мы подражаем Баху. Мы стараемся подражать Баху. И вот. Все время как бы думаем. А каким Бах был человеком? Вот вы правильно сказали. Людмила. Что у нас есть уже стереотип. Бах в парике. Бах уже такой вот да. Вписанный в рамки. Бах был человеком прежде всего. И человек который тоже имел свои страсти. И музыка. Вот этот ми минор. Он тоже страстный. Но страсть не имеется ввиду не в таком как бы бытовом понимании. А страсть. Высокая страсть. То есть пассионный. И эта музыка она говорит о высшем. О горнем. О небесном. И чтобы попасть в этот ми минор. В саму краску ми минора. Это вот не так просто. То есть есть некоторое состояние. Да. Которое нужно угадать. Ну что вот мы например слушали Соколова. И Соколов играет абсолютно вот как бы. Чисто математически артикуляционно. То есть все выстроено. Это как вот. Я иногда Вике говорю как замечание. Что ты играешь все очень хорошо. Все совершенно. Но такое ощущение. Что мы как в замке снежной королевы. Что красивыми буквами. Ледышками выложено слово вечность. Вот. Поэтому слово вечность. Оно должно быть очень горячее. И поэтому все таки музыка Баха она горячая. Она живая. И вот она должна доходить до сердца каждого слушателя. Так же как и музыка Бетховена. Который говорил что музыка должна высекать огонь из человеческих сердец. И такая же музыка Баха. Импровизационная. Живая. Живая музыка. А наши ученики как обычно. О боже. Бах. Моцарт. Гайден. Дайте мне джаз. Я буду играть. Почему. Почему. Потому что, во первых наверно, джаз он свободен. Он заставляет человека чувствовать свободу. Я джаз не играю и не слушаю. Но я понимаю тех, которые улюбят это искусство. А почему же мы играем не свободно? И почему в Бахе мы не можем найти свободу, которая может быть даже выше свободы джазмена? Потому что музыка Баха, я не хочу сравнивать искусство джаза, потому что это большое, великое искусство, то есть это другая просто психология. Но музыка Баха может доставить не только радость, настроение сменить. Она может изменить жизнь человека. И, собственно, как мою и Викину. И когда мы вместе работаем, это уже есть некоторое проживание этой жизни. Поэтому вот такое вот вступление к музыке, очень много мыслей. Но теперь их нужно как-то немножечко собрать, направить в то, что нам еще нужно сделать до завтра. И показать, собственно, на чем мы работали. Потому что это ведь айсберг, да? То есть конечное выступление, это кажется, что, а, ну, это девочка, вот это да, вот она чувствует музыку, вот она так... Нет, все делается вот просто действительно с самого нуля, с самого элементарного. То есть первый наш урок, ну, это понятно, что аппликатура, то есть мы несколько уроков можем потратить на то, просто чтобы заниматься одной лишь аппликатурой. А потом идет то, что является как бы планкой требований моего класса, чтобы все ученики приносили голоса попарно наизусть. Вот. Поэтому мы вот так вот тоже долго, но учили наизусть, сдавали эти пары, три голоса. И потом уже их вместе соединяли. Потому что только тогда возникает полифония, только тогда ощущение в полифонии, когда каждый голос живет независимо. А как их можно услышать независимо, если оно все время полифонию обучено, как пьесу, да, вот все голоса постоянно слеплены. То есть каждый голос – это как человек, как личность. И вот он имеет свою динамику, свой окрас, свое состояние даже. Вот когда мы, допустим, играем противосложение в теме фуги, то мы добиваемся здесь абсолютно беспристрастности. Так вот, как будто, как евангелист, как летописец пишет нить истории. То есть вот эта нить 16, она на самом деле проходит через всю фугу. Вот почему вы услышали, что есть арка между первой импровизацией, как бы привидированием, в начале и в конце. Потому что вся фуга, она выстроена через единую нить 16. И вот задача услышать, это как линия времени бесконечную. Линия ни начала, ни конца. И вот на этом все абсолютно строится. И вдруг подключается к этому. А вот это как раз и есть та страсть подселенная. Как восхождение. Как вот вздох. Это очень похоже на тему фуги. Фа-и-с-минор. Вот это то же самое. И здесь есть состояние, а при этом 16-е абсолютно беспристрастное. То есть уже получается, что как бы в исполнении нужно соединить два разных состояния. Это сложно. Потому что проще, как бы, когда самый вот первый этап, это чтобы была разница динамическая. То есть если один голос идет пианицемо, то второй идет на мацебьяно или на форте. То есть этим достигается разность. Разность второй, это артипуляционная. То есть если один голос идет, допустим, нон-легата, второй идет стакката или там... То есть разные должны быть штрихи, разная артикуляция. Вот. И третье, это вот уже как бы наивысшее, считаю, разница состояния. Вот. Это самые как бы такие вот основы. Кроме того, вот подражание Баху в том, что сам Бах уже здесь есть некоторая подсказка. Он в первом аккорде делает раскладывание, разложение этого аккорда, то есть арпеджирование. Он же подсказывает, как это играет. То есть он мог бы это написать просто право. Собственно, мы так это и учим. Дальше тоже раскладывается. Это мы все собираем в гармонию. Вот. Если я бы уже здесь дал эту подсказку, то дальше ей нужно тоже пользоваться. Это очень красиво на самом деле. И мы все еще здесь кончеркатуру, вот заполнение. Мы отпускаем вот эту не аккордовую ноту, но сам Бах так вот написал. Здесь мы просто разложили. Можно добавить морден. Можно добавить морден нижний. То есть это еще нужно сидеть, выслушивать, какие украшения добавить. Потому что можно очень по-разному это сыграть. Это уже первая аппаджатура. Это задержание, слеза, вздох. Ее хочется услышать. И, кстати, вот если вы обратили внимание, что педаль, она как бы у нас практически была незаметна. Потому что фугу мы играем вообще, я так понял, без педали, да? Мы ее чуть-чуть убрали, потому что иногда была многовато у тебя. А начало мы удерживаем сам аккорд пальцем. И вот когда мы уже взяли аккорд, мы тогда берем педаль. Потому что если сыграть таким образом... Кстати, вот этот соколовку мы так играем. Получается немножко другой эффект. Дальше из необычного пунктирный ритм. Мы его обостряем и делаем подобие как бы не одинарного, а двойного пунктира. То есть получается не 16, а 32. Дальше идущие фигурации. Чуть-чуть и неудачно собираются. Опять аппачатура. То есть другими словами задержания. Нужно услышать. И сравнить теперь... С новой карацкой. И потом в речи... Вот. То есть эти первые аккорды, действительно, это как вступление, как размышление. То есть по сути, ввод в некоторое состояние. То, которое поможет воспринять фугу. Потому что если бы мы сразу начали фугу без подготовки, это то же самое, как вот бак, когда прелюдировал перед мессой, перед службой, да, он использовал все обороты, которые будут в хоралах на службе. То есть прихожане как бы настраивались на лад на том службе. Вот это прелюдирование, настройка на то, что будет уже сказано в фуге. А вот пару слов о самой тени фуге. Вот эти паузы, это тоже, кстати, часть этого состояния, образа. Как вздох. А дальше идет крест. И вот моя задача настолько войти в это состояние, чтобы при этом я эту тему не разукрашивал. Потому что вот вопрос, как ее сантомировать, наверное, вот опять же, присутствие бакга, это когда отсутствие не то чтобы своей личности, а другой тип слуха. То есть здесь слух идет не от интонации и от как бы от романтического слышания. То есть если играет романтически, получается как бы дыхание фразировочное. Вот я сейчас сыграю немножко по романтически. Вот, оно все такое очень красивое, красочное получается. А здесь как бы белая краска. И вот настроиться на эту бесцветную белую краску это наиболее трудно. Потому что все равно как бы эмоционально хочется как-то это раскрасить. Но это не отсутствие эмоций, а их сплетение только лишь в звуковысотное слышание. То есть каждая нота, как бы вот недавно на ученице мы говорили как раз про звуковысотное слышание. То есть каждая нота имеет свое положение на инструменте. Вот эта нота звучит так. Нота ми выше. Нота соль выше. Нота ми еще выше. И вот просто мы настраиваемся на слышание каждой ноты по звуковысотности. И вот моя ученица, она сравнила это, мне понравилось такое сравнение, с градусником. Что это вот как бы положение просто выше-ниже. И вот по сути слух, вместо того, чтобы интонировать как бы привычную такую вот связь, он просто настраивается на выше-ниже. То есть я слышу вот при этом мои чувства сейчас все напряжены в пучок. Уши закипают. Но это дает именно ту краску, которая позволяет нам ощущать присутствие маха. Вот. Значит, это что касалось темы фу. Теперь мы пойдем с самого начала, да, вот теперь немножечко поиграешь и мы добьемся, чтобы... Вот что бы мне еще хотелось изменить? Ты чуть-чуть подторапливаешь. Здесь больше воздуха получится. То есть это можно чуть-чуть свободнее сыграть. И есть постоянное зависание вот здесь, вот эти остановки. Их многовато. То есть все равно держи хорал, так как бы ты полупровоцит. Но можешь мне сейчас только хорал сыграть, а потом... Да, и так, чтобы каждая гармония имела свою краску. Теперь я сравнила, как звучит ре мажор и соль мажор. Чуть-чуть отсюда, и здесь время. Первый аккорд, вступление, первый аккорд. А в итоге, что для того, как ты сыграешь первый аккорд, вот как бы прорезать пространство, уже будет понятно, что слушать тебя будет интересно или нет. И начинаешь слушать. Этого мало, оно вот не достаёт. Не слушаешь. Да. Время не должно остановиться. Ты зависаешься на четвёртых дурах. И услышишь. Нужно это заплести так, чтобы между хоралами было ощущение арки, связи. То есть вот эти шестнадцатые они должны быть внутри. То всё равно вот этот конец он стыкуется с новой гармонией. То есть получается взгляд как бы не столько иногда линеально, вот кстати, по поводу формы, а как бы даже из третьего пространства, то есть из как бы с 3D. То есть есть плоскость, да, мы вот плоскость чертим линию. А в 3D пространстве конец и начало они сводятся как бы воедино, как бы в один узелок. И вот это и есть баховское мышление. То есть как бы из одной ноты, из одной сердцевины, из одного зерна произрастает начало и конец. И они связаны. И вот если исполнитель, вот тоже в прелюдиях и фугах, кстати, в прелюдии и фуги. Или даже простая инвенция. Вот если есть ощущение того, что это сыграно как одно единое движение, как вот один монолит, это и есть показания баховского мышления. Потому что бах мыслит одномоментно. Сложнее это, конечно, на такой вот как бы более длинных построениях. Но вот когда, допустим, мы играем что-то попроще, это, конечно, это, конечно, это, конечно, что мы сейчас скажем, Я сейчас сыграл всем известный мюзет, и этот мюзет это было сквозное движение, одно целое. Так вот от начала, от первой до последней ноты. То есть этого можно родиться на самую как бы элементарную. И вот на самом высшем, уже как такая токата, тоже вот эти взаимосвязи между хоралами, то есть как бы такие вот столбы, они должны ощущаться как арка. И вся импровизация, она идет внутри. И потом, чтобы выстроить эту форму, мы всю фобу помещаем как бы внутрь, и тогда ощущаются вот эти края. Вот, то есть тогда есть ощущение формы. Казалось бы, ну такое вот, это нужно головой это осознать, и тогда это в общем-то получается. То есть первое, это связка вот таких вот хоралов. Давай еще раз, самое начало, идем, все связываем, идем дальше. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Теперь Здесь мы придумали импровизацию. Здесь просто разложили. Здесь мяговато ты зависаешь. Это еще нет, нет полочка. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Да, у нас вот так вот закончилась эта первая импровизация. Ну, здесь как бы многое понятно. Единственное, что когда ты играешь, когда ты артикулируешь, очень слышны все микропаузы, их нужно сделать так, чтобы они не бросались в уши. То есть это чуть-чуть нарушает все-таки звучание. Это вот если ты едешь по рельсам, ведь рельсы это тоже мотивы, да? Вот как бы рельсы длинные мотивы, и между рельсами есть небольшие расстояния. И вот если ты все время тады-тады, 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 вот хочется ехать все-таки более прямой дорогой. Вот то же самое здесь. Иногда это вам добевает. Вот ты выбрала, что ты играешь первый-первый палец, да, и он уже автоматически тебе артикулирует. Мы говорим с тобой, когда о аппликатуре, что возможно играть ли гад на аппликатуре, но тогда ты сама выбираешь, как тебе артикулирует. А уже первый-первый палец, он автоматически тебе делает здесь микроцезуру. Хорошо, ладно, это все пропустили, давай все-таки фугу. Это можно шире сыграть. Да, ты смотри, что Баг ведь написал везде одинаково, да, в 16-е и 32-е. Но времено это везде может быть по-разному, потому что зависит от смысла. Здесь это так, а здесь, во-первых, шурный аккорд и точка. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Как мы знаем, что интермедиум всегда надо играть как бы тише, но опять же здесь тише, оно не работает, потому что тише, тише громче, это динамика. У нас здесь вот то, что я сказал о взгляде как бы из трехмерного пространства. Конец темы запоминается, и он аркой идет через всю интермедию в начало следующей темы. То есть мы пытаемся удержать конец начала. И поэтому получается ощущение, что интермедиум находится как бы внутри, и вот это внутреннее ее устройство и ее свойство является, да, что она как бы звучит тише, но это делается не динамикой. То есть мы играем тему, и вот этот ми-конец, мы его запомнили, и прямо внутренним слухом держим, и дальше это уже соединяется с последующей темой. Вот если мышление способно это удержать, это один из показателей, что форма будет на месте. Также, как вот, я забыл сказать, что если сама тема была сыграна как одно зерно, недорогимое, да, вот, то это тоже показатель того, что вся тема, вся форма фуги, она будет выстроена. То есть форма строится как бы все время из маленьких кирпичиков. Вот я все время привожу этот пример, что вот наше здание, допустим, вот если посмотреть в окошко, да, и посмотреть, что ведь все состоит из этих маленьких кирпичиков. И вот мы, когда смотрим на здание, мы ведь не видим эти кирпичики, да, мы видим одну большую архитектуру, да, то есть вот как бы монолитную архитектуру. Да, есть окна, вот есть прорези, есть вот такие вот красивые переходы. Но если присмотреться, каждый кирпичик был кем-то положен. Вот такие же кирпичики, они есть в музыке Баха. Но между ними такая сильная цементная спайка, что негде поставить точку. И поэтому единственным возможным вариантом есть игра от первой до последней ноги. Вот почему у Баха нет фразеробочного мышления. То есть вот фраза, она обычно призвана соединять музыку, а вот для Баха это мелко. Фраза, она трогит музыку. То есть вот именно единое дыхание в одном мышлении. И вот в этих паузах есть иногда соблазн это остановить. Что очень сложно играть через паузу, на самом деле, очень долго этого добиваясь. Давай еще разочекся. Да, вот даже иногда снимаем украшение. То есть и услышать звуковый сон, и собрать саму тело. Спасибо. Да. И третье, то, чего мы еще добивались. Почему вот была слышна полифония. Работа по ушам. То есть вот мы говорили, работа по голосам, допустим, парня. Вот, но мы добиваемся, чтобы каждый из голосов был слышен своим ухом. То есть нижний голос, как бы вот я ассоциирую, что я слушаю это левым ухом. И вот сейчас я играю тему, напрягая свое левое ухо. И тут реалистка, кстати, не работает левым. Вообще не работает. Кстати, вот просто проведите эксперимент. Посадите любого своего ученика и попросите сыграть просто по голосам отдельно, как эксперимент. Вот. А потом, ведь они всегда играют по сопрано. Вне зависимости, есть тема вверху, нету. Вот всегда просто по сопрано. И это на автопилоте. Я уверяю вас, 100%. Практически 100% так играют. И даже вот иногда слушаешь у больших мастеров, вот все равно, как бы неосознанно, всегда игра по сопрано. А контрапрактическое мышление, оно подразумевает то, что все голоса равны. То есть, как я говорю, закон демократии. Что не тот, кто сверху, да, диктует тем, кто снизу, как жить. Нет. Если ты снизу, то такой же, как и сверху. То есть, все голоса равны. Вот стремление к тому, чтобы слышать абсолютно параллельно оба голоса, это и есть тренировка слуха, разделение слуха по ушам. То есть, как бы не вместе все слышать, а научиться слышать по отдельности, как бы рассечь, разделить, чтобы потом вместе собрать. Но это вместе уже было слышно, дифференцировано. Вот. Поэтому левое ухо слушает сейчас нижний голос. Правое на паузе. Правое. Вот сейчас слышно, да, было оба-оба голоса. И нижний ведется, и есть тема. Вот давай мы сейчас эти уши тоже сейчас подключим. Чуть-чуть лучше сделаем. Пауза. Чуть-чуть уже вышло из состояния. То есть, нужно чуть-чуть по звуковой особенности добавить, но не двигать общий динамик. Да, потому что шестнадцатые теперь пошли абсолютно беспристрастно. Это ось времени. И этому времени абсолютно все равно, что происходит. Вот оно просто фиксирует. Так часто бывает у бака. То есть, есть голос, который несет смысловую нагрузку, да, вот состояние, образ. В данном случае вот эти секунды, вздохи. Вот, и абсолютно беспристрастная ось времени. Прямо не дыши. Да. Вот сейчас я наука слышу. Слыши тебя. Слыши. Слыши. Да, спасибо. По-моему, неплохо звучит, то есть, как бы ты полностью погружаешься в это звучание. Давай теперь это вместе соберем. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Первая мажорная тема. Спасибо. Здесь мы остановились. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Хорошо, дальше вот соль, мажор. Все как бы вот по этой схеме, можно сказать, что вот по некоторой схеме мы движемся в этой полифонии. Вот, да, то есть, есть некоторые, как бы вот такие законы, законы красоты, законы форм, которые невозможно нарушить. То есть, это как вот закон архитектуры. Да, бывают дома с неправильной архитектурой, как это вот сейчас современный стиль. И, там, пять углов вместо четырех. То есть, может быть, всякое. Но вот у Баха есть такое ощущение, что форма, она как бы как снежинка, как пристал. Вот когда на руку падает снежинка, правильная форма. Или вот когда морозный день, и окна разрисовывают. И вот ты думаешь, кто ты художник природы, что так красиво, так совершенно можешь нарисовать. Вот это действительно необычально. Как вот в природе заложена некоторая красота. Поэтому Бах, будучи гением, он эту красоту смог передать через музыку, через форму. Вот, то есть, сама форма, само ощущение времени, способность соединить и мыслить вот как бы одномоментно, нас погружает действительно в какое-то ощущение вечности и какое-то вот совершенство красоты. Вот это именно благодаря ощущению формы. Одна только форма. Кроме этого, само содержание требует тоже размышления, как сыграть этот минимум. Потому что можно сыграть по-клавесинному, можно сыграть чисто инструментально. Вот мы от этого отказались. То есть, у нас, если и есть какое-то подражание, скажем, арпеджата, все это подражание лишь как бы манере импровизационности. То есть, манере импровизации, добавления украшений. Это достаточно такая распространенная практика того времени, как мы это поровняем. Все, что касательно подражания инструменту старинного времени, нет. Это все именно для рояля. Поэтому на современном рояле Баха можно и нужно играть. И добиваться того, чтобы Бах действительно звучал как Бах. Не Бах как Шопен, не Бах как, не знаю, там, Бетховен, потому что иногда тоже так играет. А именно Бах в стиле Бах. Вот я надеюсь, что мы сегодня это вам постарались показать. Вот. Работа бездонная и бесконечная. Но вот что я хочу все-таки сакцентировать еще раз внимательно, что только когда ставишь невозможные задачи, начинает что-то, что-то получаться. Потому что если бы мы завязли просто, ну, скажем, громче, тише, как обычно сейчас с учениками получается, да, ну, разные же бывают ученики, с мотивированным учеником, с мотивированным, можно очень много добиться. Если ученик не хочет, никогда не заставишь. Потому что вот есть тоже вот такой подход, что как бы натаскивание, да, из ученика выжимать. Ты сидишь, пыхтишь, выжимаешь, а он на тебя смотрит, как на идиота. Ну, че он так старается вообще? Ну, все хорошо, ну, играю я в фальшивую нуту. Ну, мне так нравится. Ну, зачем? Зачем? И ты, он, может, да, зачем? Сейчас чувствуешь себя идиотом, потому что ты говоришь такие, как бы, самые банальные вещи. Да, бывает и так. Но бывает, когда ученик открывает дверь и говорит, а я прочитала Пруста, да, а я прочитала там Томаса Мамок, прочитала Гесса, прочитала... Что ты сейчас читал еще в последнее время? Сейчас выбираю Достоевского. Достоевского, да. Ну, вот Достоевского, да, запрещенная литература. То есть много, много нужно читать, много, слушать много. И вот когда ты заходишь с горящими глазами, вот тогда есть, что называется, синергия, да, есть взаимодействие. И вот с таким учеником тогда можно очень много добиваться. Да, иногда ты упираешься в какой-то потолок, и ты чувствуешь, вот... Ну, потом раз, и ты находишь какой-то новый подход, или что-то тебе новое открывается, и вдруг, как Чайка Джонатан Ливингстон, да, что есть еще одно новое небо, на которое ты можешь подняться, и там найти для себя еще новый какой-то вот смысл, уровень. То есть вот музыка, она бесконечна, поэтому, сколько ни играешь в баках, казалось бы, методика очень проста. Принесли по голосам, да, разобрали все. Ну, вот школа, база, и от нее потом прийти к конечному исполнению, то есть уже художественному, это всегда путь, который мы каждый раз проходим за ним, что мы все равно ищем. Как бы, казалось бы, не было понятно, как... Понятно, как работает этот полифон, но непонятно. Вот эта понятность, непонятность, наверное, это и есть суть творческого движения. Потому что если бы все было понятно, если бы можно было музыканта листать как открытую книгу и перелистывать, и перечитывать, когда все абсолютно понятно, ну, наверное, тогда бы не было искусства. Вот, поэтому у нас такая с вами сложная профессия, творческая очень, что все ученики равны. Невозможно с каждым заниматься одинаково. Что невозможно, чтобы все вышли одинаково и чесаны под одну грядку, да, подстрижены одинаково. Вот. Вот. Ну, такая редкость, когда получается от урока удовольствие. Вот. Этого я вам всем желаю, что у нас профессия сложная, но один раз в году, когда получается удовольствие от урока, вот, это, наверное, врачи не зимой. Спасибо большое за внимание. Спасибо. Спасибо.